14 февраля 2014 года. На Олимпийской саннобобслейной трассе проходят пробные заезды. Очередной экипаж выходит на старт со скоростью 150 км в час. Спортсмены мчатся к финишу. Персонал, обслуживающий трассу, о том, что заезд уже начался, не предупредили. В этот момент Сергей Волковинский на финише проверял состояние льда. Через 7 минут после столкновения бригада скорой доставила Сергея в больницу Красной Поляны. Еще через 27 пациент с практически оторванной ступней был уже на операционном столе. Чувствую себя гораздо лучше, чем вчера. Очень хорошо, все заботятся. Действия врачей в случае с Сергеем – это эталон того, как сегодня должна работать современная медицина, говорят на большой коллегии медицинских работников в Краснодаре. В центре грудной хирургии больше 200 главных врачей со всего региона. Здесь же и руководители территорий. Среди приглашенных и сам пациент. Сегодня он проходит курс реабилитации в краевой больнице. Через себя я пронес очень много и операций, и плановых, и внеплановых. И общение с врачами. Огромное спасибо за ту медицину, которая сейчас у нас существует. Но на коллегии сегодня не обсуждали успехи и достижения кубанских медиков. Много и подробно говорили о проблемах. Бюджет здравоохранения страны сегодня больше, чем в космической отрасли. В крае это тоже одна из основных статей расходов – 57 миллиардов в год. Вот только, как оказалось, многомиллиардные инвестиции далеко не всегда залог развития. Во многих больницах и поликлиниках простаивает дорогостоящее оборудование. Не работает система информатов. И вместо интернет-записи совершенно реальные очереди в коридорах. Оставляет желать лучшего и питание в стационарах. Не хватает квалифицированных специалистов. Ситуацию намерены менять в корне, заявляет глава региона. Александр Ткачев призывает главных врачей готовиться к масштабным реформам. Списывать миллионы – непозволительная роскошь. Каждый вложенный рубль в итоге должен отражаться на качестве медицины. Мы сегодня говорим на экономическом языке с вами, на цифрах, на оптимизации, о зарплате, о том, как сегодня сэкономить и деньги сконцентрировать на самых главных направлениях, которые будут давать нам результат – облечивание, здравоохранение и так далее. Выживает тот, кто действительно главный врач, прежде всего коллектив свой, держит, обучает, пропагандирует эту экономическую основу. Надо научиться считать. 3-5 лет и мы оснастим все достаточно крупные, средние больницы современным оборудованием. Но если мы будем так халатно относиться к миллионам, то, так сказать, грош цена. Всему и вся. И обращаюсь еще раз к главам администрации. Слушайте, ну это задача номер один – найти лучшего главного врача, думающего экономическими подходами. И мы, конечно, задавая такие темпы, будем просто тупо избавляться от тех, кто сегодня дискредитирует во многом и просто не хочет развиваться, не хочет дальше идти. Вице-губернатор Галина Золина в качестве примера приводит исследовательские лаборатории в районных больницах. Необходимое оборудование есть, реагенты тоже по бумагам закуплены. Но четверть населения края тратит деньги на анализы, которые можно сделать бесплатно в частных клиниках. Ситуация, мягко говоря, странная в Щербиновском, Кавказском, Услабинском, Ейском районах. Я обращаю внимание на Тимошевский район. Заработная плата главного врача – 121 тысяча рублей. Консолидированный бюджет – почти полмиллиарда. Заработная плата замов, а их 8 у главного врача – по 60 тысяч. По Тимошевскому району младенческая смертность в два раза выше, чем в среднем по краю. Увеличился рост смертности от ДТП, годовая летальность от онкозаболеваний. Выплачивая такие заработные платы, уважаемые руководители, надо же и спрашивать со своих подчиненных. Надо же как-то привлекать их к ответственности. Это не их деньги. Это деньги населения края. Это деньги населения района. Почему такая вольная воля? Куда хочу, туда я ворочу. И никто никому ничего не может сказать. Заработные платы главных врачей в районах больше 100 тысяч рублей. Бюджеты больницы достигают 1 миллиарда рублей. Под стать ведущим краевым клиникам. Вот только по количеству и качеству медицинских услуг в районах уступают в разы. Почему у нас такой разброс? Почему у нас зарплата у главы администрации? Она привязана к численности, привязана к показателям. Там целая структура оценки качества работы главы. Сам себе рисую, я так оцениваю, я так понимаю, что происходит у нас на местах. Но мы говорим о зарплатах сегодня 100 тысяч, 80 тысяч. Ну это же, ну действительно, я радуюсь вместе с вами. Но я буду еще больше радоваться, если это все будет соответствовать с действительностью, результатом и так далее. Мы об этом, это фантастика. Пять лет назад мы уже об этом не мечтали. А когда говорим, что зарплата в общем будет порядка 60-80 тысяч, там через три года у нас по дорожной карте. Давайте честно скажем, ну могли бы вы ли мечтать? Я же не против зарплат. Потому что они были более-менее обоснованы. Чтобы они действительно как в коня корм, по-другому не бывают. Чтобы зарплата была привязана к успехам определенным. Главный врач это прежде всего грамотный управленец. На коллегии приводят в пример Сочи. Там сегодня уровень медицины один из лучших в стране. Но чтобы современные больницы, построенные и отремонтированные к Олимпиаде, смогли работать по-новому, руководство пришлось сменить на врачей из краевых клиник, где давно привыкли к европейским стандартам оказания медицинской помощи. Лечение лежанием недопустимо. Это огромные деньги. И поэтому... Еще раз, лечение чем? Лежанием. Лечение лежанием, это лежит больной. Но у нас же есть такие стандарты. Поступил больной с инфарктом. Он весит 140 килограмм. Выпивает ведро водки. У него случилась какая-то проблема. Ему стыкировали. У него нет изменений. И он лежит 16 дней. Но это ходит, курит. Лечение лежанием, это запомнится для нас. И мы должны лишить себе этого удовольствия, коллеги. На самом деле, это шутка. Но в этой шутке есть очень большая доля правды. Если мы поменяем идеологию, философию, лечение, подходы, то этот термин уйдет из жизни у нас. Новый знак качества должен появиться у всего кубанского здравоохранения, подчеркивает Качев. В краевых клиниках сегодня каждый день делают десятки высокотехнологичных операций. Каждый день кому-то дарят жизнь, пересаживая сердце, легкие, печень, выхаживая на врожденных весом всего в 500 граммов. Результат очевиден. Рождаемость в регионе превышает смертность. Но передовая медицина слишком медленно идет в народ. Через четыре года в крае должно быть не меньше 500 офисов врачей общей практики, ставит задачу губернатор. Уже в этом году регион выделяет 500 миллионов рублей на строительство 50 офисов. 500 пунктов мы должны сделать, мы обязаны сделать. В этом не сомневаюсь. Это поменяет совершенно другую структуру, другой подход. Мы приблизим максимально эти медицинские маленькие учреждения с квалифицированными врачами многопрофильного действия, я бы так сказал. К основной массе людей, для которых медицина не была никогда доступна. По большому счету, не было доверия. Пойти в больницу – целая проблема. Дойти до врача – это нужно стоять в очереди. И потом, может быть, через неделю тебя примут. От этого нужно избавляться. Кадровый голод, о котором так часто говорят главврачи, тоже вопрос решаемый, уверен губернатор. Кубань – тот регион, куда стремятся переехать жить. Главное – заинтересовать специалистов. И даже самое современное оборудование – всего лишь железо безграмотного врача. Это невозможно. Так дальше двигаться невозможно. Нельзя. Недопустимо. Совесть надо иметь. И мы до конца года должны все перестроить. Все привести в порядок. То, о чем говорили сегодня. Информатика – до 1 июля. Навести порядок. Вот приехать сейчас домой и пойти в свои подвалы, найти, где что лежит, разобраться и смонтировать, и заставить работать. Дальше. Лабораторное исследование. Централизованное. До 1 августа. Навести порядок. Сделать. И чтобы это работало как часы. Дальше. По питанию. До конца года. Взять свои руки. Я не предлагаю чужие руки. Свои руки. И нормально кормить их. И, конечно, лекарственное обеспечение – то же самое. Централизованное до конца года. Вот надо дорожная карта исполнять. Экономическая составляющая должна не уступать медицинской составляющей. При рациональном использовании средств мы, безусловно, сможем оказывать помощь высокотехнологичную, но в зависимости, естественно, от уровня больницы. И, естественно, мы сможем привлекать более квалифицированных специалистов. Те сроки, которые поставил Александр Николаевич, я могу с уверенностью сказать, что мы выполним, модернизацию закончим. Я уверен, что мы все недостатки в самое ближайшее время исправим.